Добрый вечер! Ваш выбор телеканал Узбекистан Тараха. В эфире передача на перекрестках истины. Знакомьтесь с моим собеседником. Директор Государственного музея искусств имени Савицкого, доктор искусствоведения Макартычев Тигран Константинович. Рады вас видеть. Здравствуйте! И я тоже вас рад видеть. Государственный музей искусств имени Савицкого называют вторым лором. Это, конечно, достойно. Какой интерес уделяется со стороны европейской аудитории? Наш музей привлекает очень большое внимание со стороны европейцев по очень многим причинам. Прежде всего, конечно, будем говорить о том, что советское искусство 20-30-х годов, оно очень сильно повлияло вообще на мировое искусство. Это действительно так произошло. И особенно после Второй мировой войны, когда художники оказались, европейские, американские художники оказались в каком-то определенном, ну, скажем так, в кризисе, то они начали черпать вдохновение, так сказать, на художниках 20-30-х годов России. У нас в нашей коллекции находятся такие действительно уникальные вещи, о которых, как я уже говорил, туркестанский авангард. Вот представьте себе, что мы за 100 лет можем увидеть, как формировалось изобразительное искусство в регионе, особенно станковая живопись, которой до этого не было. Но ведь, будем говорить прямо, что это не потому, что не было изобразительного искусства в Средней Азии, в древности, конечно, было, и в эпоху ислама оно тоже было, и миниатюры, и все что угодно. Но станковой живописи, ее как таковой, как вида искусства не было. И на протяжении буквально 100 лет мы видим, как сформировалась своя очень интересная изобразительная школа. И часть этой страницы, очень яркой страницы, она хранится в нашем музее. Но и не менее, так сказать, удивительная вещь, это традиционное искусство каракалпаков. Надо сказать, что вообще Игорь Витальевич Савицкий оказался в этом регионе благодаря двум вещам — археологии и декоративно-прикладному искусству каракалпаков. Приехав в качестве художника в археологическую экспедицию, он настолько проникся вот этими красками, этой удивительным мастерством каракалпаковских традиционных мастеров, что он в конечном итоге переехал в этот регион. А уже изобразительное искусство оказалось вторично. И поэтому, люди, которые приезжают к нам, для них тоже очень важно увидеть то, с чего начинался интерес Игоря Витальевича Савицкого к Средней Азии, к Каракалпакстану. А вообще намечаются ли или планируются выездные выставки? Может, за рубеж, может, по регионам Узбекистана? Ну вот я уже сказал, мы делали выставку в Ташкенте каракалпакских художников. На следующий год у нас, иншалла, будут выставки в России. Мы планируем также выставку еще в Ташкенте. Весной у нас проходит фестиваль искусств. И у нас есть уже предварительная договоренность с руководством Галереи Национального банка Узбекистана, что мы примем участие в этом фестивале тоже так же со своей выставкой. То есть, на самом деле, мы активно работаем. Могу проанонсировать две выставки, которые у нас сейчас в ближайшее время откроются. Одна из них, она связана с днем рождения основателя нашего музея, Игоря Витальевича Масовицкого. В этот раз мы открываем небольшую выставку, которая называется «Память о воде». На эту выставку мы собрали произведения художников в Средней Азии, которые показывают полноводный орал и большую амударью. То есть, у них уже нет моря, да? Амударья превратилась в маленький ручеек. Для людей, которые сейчас уже родились и которые уже выросли, они никогда этого не видели. Для них Аральская флотилия — это кладбище кораблей в Муйнаке. А мы показываем произведения, где много воды. Мы показываем произведения, где есть рыбаки. То есть, ведь это же была целая история с большой водой, с ней были связаны люди. И мы сознательно ушли от трагедии Аральского моря. Мы подошли к тому, что нужно сохранять память о вот этих людях, о том феномене вот этой большой воды, которая была. То есть, мы назвали эту выставку «Память о воде». И, кроме того, мы к юбилею Узбекистана, к дню независимости Узбекистана, мы собираемся открыть выставку. Ну, это тоже она, так сказать, мы делаем ее. У нас нет больших бюджетов, чтобы делать большие выставки. Тем не менее, я считаю, что эта выставка будет иметь, ну, я бы сказал, такой мировой отклик. В 20 веке в истории советского искусства был очень известный художник Роберт Фальк. И, конечно же, вот несколько лет назад в Третьяковской галерее прошла огромная, большая ретроспективная выставка этого художника. Он такой, один из классиков искусства 20 века. Но при этом мало кто знает, что у Роберта Фалька от первого брака был сын. И художник старался и, в общем, сделал все, чтобы его сын стал тоже художником. И мы впервые, я хочу подчеркнуть это, что мы впервые выставляем, делаем выставку отца и сына Фальков. Никто никогда в мировой практике этого не делал. У нас есть 13 работ Роберта Фалька, которые нам подарила вдова. Собственно говоря, она, эти вещи представляют практически все периоды творчества художника. А кроме того, сын Роберта Фалька Валерий погиб во время Великой Отечественной войны. И это была незаживающая рана для отца. И вот представление о том, что его сын не состоялся как художник, но был талантливым художником, он пронес через всю свою оставшуюся жизнь и передал, собственно говоря, своей жене, вдове. И все люди, кто окружал Роберта Фалька, они также поддерживали вот это представление о сыне как о художнике. И вот мы впервые выставляем вместе отца и сына. И я думаю, что эта выставка будет иметь резонанс не только у нас в Нукусе, не только в Узбекистане, но в России и во всем мире. Потому что кроме выставки, если не ошибаюсь, в 1936 году, когда Роберт Фальк вместе с сыном жили в Париже, и тогда у них несколько вещей были вместе показаны отца, отец и сын, с тех пор вместе их никто не показывал. И вот мы не делаем анализ, мы не специалисты по истории Фалька, но показать вместе отца и сына, мы делаем это впервые во всем мире. Понятно. А сейчас обогащается ли коллекция и музей? Вы знаете, ну вот согласно постановлению, мы получили определенный бюджет, и на этот бюджет у нас будет закуплено произведение изобразительного искусства. А кроме того, я хочу сказать, что нам дарят вещи. Да, нам дарят вещи художники, наследники художников. И вот известный искусствовед Эльмир Рахимовна Ахмедова в тот момент, когда мы провели выставку одной картины, когда был юбилей Рахима Ахмедова, мы в нашем музее сделали... У нас одна единственная картина этого художника. И мы сделали выставку одной картины. Пригласили Эльмиру Рахимовну с рассказом об отце, о творчестве отца. И ей это было настолько приятно, что они с сестрой Снегорой посовещались и подарили нам картину отца. Какой картиной? Вы знаете, это пейзаж, очень хороший пейзаж. И для нас это пополнение нашей коллекции. То есть, в общем, мы считаем, что это очень ценно, потому что стоимость работы Рахима Ахмедова довольно высокая, если будем говорить так. Ну, конечно. И кроме того, у нас есть еще наши каракалпарские художники, которые также, в общем-то сказать, я не хочу сейчас анонсировать, у нас есть определенные... Я думаю, что мы об этом скажем. У нас есть договоренности. И когда люди подарят, мы обязательно их поблагодарим, значит, сделаем их дар, ну, так сказать, достоянием общественности. Мы скажем об этом широко, громко, скажем им спасибо. То есть, здесь такое удивительное сочетание. С одной стороны, нам помогает государство, а с другой стороны, сами художники, они тоже, в общем-то сказать, понимают, что остаться в музее, найти место в музее, это очень важно. Ну, эти патриоты не коллекционеры, правильно? Вот какие-то экспонаты, может, какие-то старинные вещи тоже приносят люди? Местные из местных кто-нибудь? Бало такое? Можете вспомнить какой-нибудь пример, чтобы людям тоже был этот пример? Ну, вы знаете, у меня есть несколько примеров, и опять-таки, ну, один из моих нукусских знакомых подарил в музей две вещи. И в одном случае это такое, в общем-то сказать, бронзовое ведро 19-го, начала 20-го века, а с другой стороны коврик, который, в общем, настолько был неказист, и настолько был непонятен до того момента, пока на него не посмотрели наши специалисты, которые начали охать и ахать и говорить, что это очень старый ковер и очень хороший. То есть люди тоже такое приносят. Вот имя, фамилия этого человека вписывается, вот рядом с экспонатом, о нем тоже что-то говорится? Нет, конечно же. Какой ему плюс, я имею в виду? Ему плюс, вы знаете, ну, на самом деле, конечно, мы его поблагодарили, да? Я могу объявить его имя в эфире, если это возможно, если это не сделает никому рекламу. Можно. Можно, да? Ну, вот, пожалуйста, Петр Степанович Акатьев. Вот он подарил нашему музею, значит, вот старый ковер, очень интересный. Так что, понимаете, мне кажется, что я понимаю, что люди живут непросто, да? Это понятно. И, конечно же, особенно, если это касается каких-то семейных реликвий, то, в общем, так сказать, люди за них держатся. Но, с другой стороны, возникает иногда такая потребность вот поделиться с чем-то, и вот люди делятся с нами. Это очень радует. Расскажите, пожалуйста, о дальнейших планах в сфере сотрудничества с частными коллекционерами, государственными организациями и так далее. Ну, вот, с частными коллекционерами мне сложно сказать, как мы будем сотрудничать, потому что я... Они не идут на контакт. Я не очень... Вы знаете, я, несмотря на то, что учился в Ташкенте, какое-то время, очень много лет проработал, так сказать, ездил в Узбекистан в качестве, так сказать, археолога, в качестве искусствоведа. Но я не могу сказать, что мне знакомы коллекционеры, которые готовы идти на контакт с музеем. Я не хочу это никак комментировать, я просто... У меня нет такого опыта. То есть... Нет, вообще, это болезненная сторона всех музеев. Ну, вы знаете, я думаю, что, скажем, музеи России и музеи Европы, они сотрудничают с частными коллекционерами довольно активно. И я, так сказать, и в Москве делал такие выставки из частных коллекций и, собственно, участвовал в создании подобных выставок за рубежом. То есть я знаю такие примеры. Но просто у нас в Узбекистане пока, я думаю, что уровень развития того, что называется коллекционирование, еще недостаточно высок для того, чтобы эти люди выходили на контакт с государственными учреждениями. Я просто этого не знаю. — Цыгран Константинович, как вы считаете, Государственный музей искусства имени Савицкого какую роль играет в культурной жизни нашего народа и вообще нашей страны? — Ну, мне, как руководителю этого музея, на самом деле, никак-то не очень пристало говорить, что этот музей один из лучших музеев страны. Но действительно это так. Начнем с того, что у нас, в отличие от очень многих музеев Узбекистана, у нас специализированное здание. У нас, наш музей состоит из трех отдельных блоков. И первый блок у нас открылся в 2003 году. В настоящий момент он закрыт, и он уже готовится. Собственно, мы получили деньги, ну, не мы получили деньги, а, собственно, выделены деньги на реконструкцию. То есть будет проведена реконструкция первого блока, потому что в настоящий момент он, к сожалению, морально устарел. И, ну, скажем, я обычно так вот на простом уровне объясняю, что да, здание хорошее, все замечательно. Если мы хотим там сделать магазин, то мы это можем сделать. Если мы собираемся там делать музей, то музей там делать невозможно. По этим, по этим и по этим причинам. И поэтому государство, собственно, приняло решение о реконструкции этого здания. У нас есть еще два блока, которые функционируют. Это выставочный, административно-выставочный, собственно, где у нас сейчас размещена наша экспозиция. И, что особенно ценно, у нас есть специальное здание фонда хранилища. То есть наш музей располагает специальным зданием фонда хранилища, где хранятся музейные предметы нашего собрания. Я хочу особенно еще раз подчеркнуть, что я, в общем-то, сказать, понимаю, что для музеев очень важное значение имеет сохранение наследия. Потому что то, что мы храним, надо сделать так, чтобы через поколение, через два или через три наши потомки увидели бы то же самое. Не руинированный объект, но вот именно в том виде, в котором мы сейчас его имеем. Поэтому здесь, конечно, очень важное значение имеет условия хранения. И хочу сказать, что в прошлом году мы пригласили заведующий отдела музейного климата Государственного института реставрации, который у нас побывал и, в общем, нам поставил оценку 4. Вот просто... По каким критериям оценивался? Вы знаете, там по очень многим. И он, правда, он человек, это Дорохов, значит, известный музеолог, известный реставратор, человек, занимающийся музейным климатом. И он, собственно говоря, он понимает, что оценка 5 это нереальная. То есть, ну как бы, это единица. И я хочу сказать, что его приезд был проспонсирован как раз руководством республики. То есть, который понимает значение вот этого всего, так сказать, сохранения культурного наследия. Так что, ну и мы как-то стараемся сотрудничать с этим, потому что, конечно же, для Узбекистана в целом, ну не только для нашего музея, для Узбекистана в целом, одна из основных проблем, это, конечно, проблема реставрации. То есть кадры, квалифицированные кадры, которые... Культурное наследие у нас гигантское. Просто, то есть, начиная от памятников археологии, кончая изобразительным искусством. И для всего этого, для того, чтобы это все держать в надлежащем состоянии, нужны, конечно, реставраторы. К сожалению, у нас в республике пока таковы таких кадров минимум. Просто минимум. К сожалению. К сожалению. Что бы вы хотели сказать в заключении? В заключении я бы хотел сказать о том, что руководство страны прекрасно понимает значение музея не только для Узбекистана, но и для всего мира. И я не думаю, что я раскрою большие секреты о том, что принято решение о строительстве четвертых и пятых блоков. И таким образом мы сможем расширить нашу экспозицию значительно. и уже, так сказать, мы обсуждали и с руководством Министерства туризма и культурного наследия относительно того, что же там мы готовы выставлять. И таким образом НУКУС станет таким своеобразным центром культуры я думаю, что не только этого региона, но и вообще Центральной Азии. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Приходите еще. А дорогим телезрителям я еще раз напомню, сегодня о деятельности Государственного музея искусств имени Савицкого нам рассказал доктор искусствоведения, директор этого музея Макартычев Тигран Константинович. Оставайтесь на телеканале Узбекистан Тараха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА